На твой взгляд, начиная обсуждать, это частый вопрос, который задает и украинская аудитория, и в русской, и у всех задают. Где тот момент, когда русский человек поймет, что охренительно много убито народу? Слушайте, а что же это будет с генерацией? Кто же будет в детородном возрасте, в производственном, воспроизводить русских и так далее? То есть, этот вопрос, он, на твой взгляд, действительно имеет какую-то точку? Да, вот в этот момент, ну, 100 тысяч убили, да вы что, вы дураки, что ли? Там всего 140 миллионов. Или это, в общем, бесконечный обмен детей на лады-гранты? Вот так выразимся. Ну, это вопрос, на самом деле, очень многоуровневый. Потому что до тех пор, пока это в Украине объявлена мобилизация, и Украина теряет кадровых военных, теряет патриотов, теряет людей, которые призваны защищать в российской мобилизации, не объявлено. И Путину пока удается наполнять фронт за счет тех, кто, в общем, относительно добровольно или полностью добровольно идет воевать, или заваливая украинцев трупами людей из ЛДНР, которых, в общем-то, откровенно говоря, никто не считает. Поэтому вот эта обнародованная цифра, которую американцы обнародовали. Да, в частности, 85 тысяч. Да, но я так понимаю, что большая часть из них, это как раз вот эти вот самые ЛДНР, плюс всякие разные добровольцы. Поэтому сказать, что прямо вот граждане России ощущают какую-то массовую гибель людей, я думаю, не приходится. Потому что все прекрасно понимают, из каких социальных групп выходят те люди, которые идут погибать. Прямо скажем, это не те люди. То есть это нечувствительные группы, их не замечают. Это, во-первых, не то, что и группы нечувствительные, и внутри этой группы это нечувствительные. Я вот недавно был на программе фильма «Вошака», как раз, и потом очень много еще читал материалов. Знаешь, там попадаются интересные вещи, что, конечно, это не былустроенные люди. То есть, возможно, это плохие сыновья, которые, я не знаю, там, в перспективе били бы бабушку, отбирали пенсию. А так вот он пошел, погиб, вместо него прислали деньги. И действительно, может быть, в некоторых случаях Лада Гранта гораздо лучше, чем сын, который напивается. Ну да. Согласись, ведь такое может быть. Ну, конечно же. Был бы алкоголиком и лупил бы, а того и зарезал бы еще. И мне попадалось тоже мнение, когда сестра говорит, ну, да, брат погиб, но он ведь был такой вот бесполезный, проблемный. А так мы кредиты закрыли, так сказать, ипотеку. Ну, а что? Так бы вот он, допустим, их гонял с топором по дому, а так вот он сгинул где-то. И теперь, мало ли более того, он еще и герой. Теперь им даже можно гордиться. Так бы он, значит, им портил жизнь всю жизнь. А так вот можно им погордиться, подойти на стенку повесить. Ну да, кстати, интересная мысль, да. Эта мысль, кстати, многие почему-то не замечают, да? Еще раз повторюсь, это украинцы теряют людей, которые идут на фронт по призыву за родину, их там торжественно хоронят. А в России, ну, это идут люди, которые хотят и готовы погибать за деньги. Во-первых, почему их надо жалеть, скажи? Я вот, например, не знаю, ну вот какой-то человек взял, пошел, подписался за деньги. Нет, ну да, 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 я с тобой согласен. Речь даже не о жалости, а ведь вы же понимаете, сокращается генофонд, как бы. Вот я вот и этот разрез. Слушай, про генофонд думать, это Путин любитель был бы рассуждать про генофонд. Каждый отдельный человек, его это мало беспокоит, и в некоторых случаях, я думаю, что может звучать кощунственная мысль, что вот этого соседнего, так сказать, любителя ходить в георгиевских ленточках и напиваться по праздникам сгинул, и черт с ним, может быть, хорошо, что он не размножается, да? Зато бы он еще и напланировал. Это нехорошие мысли, это расчеловечивание, но Путин ведь так себя и ведет. То есть он, по сути говоря, не хочет объявить мобилизацию, а пока нет мобилизации, вот это журналистское такое, знаешь, журналистское, скрытое мобилизация, еще какая-то мобилизация, ты как юрист это знаешь. Это вполне четкое мероприятие, которое объявляется по указу президента, но абсолютно открытое, после которого все мужчины призывного возраста обязаны, значит, и там по первому свисту... Да, элемент добровольности исключается. То есть там уже не спрашивают, хочешь, не хочешь, и денег не платят. И денег не платят. И, соответственно, ты исполняешь свой гражданский долг, ты как гражданин и патриот, идешь воевать, погибаешь, тебе за эту честь хвала, и, замечательно, никакой лады грант. Далее мы поговорим про информацию, которая сколихнула медиапростер и, в принципе, стала цікавой для украинцев. Кажу про новину, про то, что, небыто, израильская авиация знищила иранский завод без пилотников, а цими, как раз, без пилотниками цікавилася Россия и попрошула их в официйного Тегерана. Иллия Куса, эксперт с питанием международной безопасности и политики Близького Схода Украинского института Майбутнього. Мои витания вам. Для начала, че есть подтверждение этой информации? Насколько я понимаю, этот завод базировался в Сирии? И, че, справді, израильтяни знищили его? Что известно? Ну, насправді, ничего не известно, практически, окреп того, что реально, ну, був факт авиаудар. То есть, как это всегда бывает с різноманітными израильскими авиаударами по территории Сирии, которые сам Израиль очень редко признают. Вони же, ну, ситуация такая, что они не признают, что они завдали удар, хотя все знают. И так же, в Сирии очень мало информации, и вообще поступают, оскільки медиапростер контролюется державными органами, есть там лишь одно информационное агентство, якое практически ничего про это не поведомило. Тому мы не знаем, чи був там завод, чи знищили завод, чи щось інше, чи это був завод саме без пилотников, чи там были уже без пилотники, чи ці без пилотники мали поїхати в Россию, чи вони були, наприклад, на озброенні саме про-иранских формувальних територий Сирии, которые там есть, и по яких частейше за все завдаёт ударов израильская авиація за останні декілька роков. На жаль, реально подтвердити всю цю историю, ну, принаймні, за тими данными, які в мене є, які я читаю, аналізую, не можно. Израиль тут ошелешев ще одні заяви, вони ж займали таку позицію, офіційний Тель-Львів, вашим і нашим, ми, наче, і в Україні співчуваємо, але з Росією продовжуємо співпрацювати, ми не проти біженців з України, але введемо плату за них, так би мовити, страхову суму, потім її скасуємо, потім запровадимо візовий режим і пішло-поїхало. І тут заява від ізраїльських високопосадовців про те, що, в принципі, ми задумуємося над тим, аби підтримати санкції проти Росії. В чому причина і наскільки це реалістично? Причина в тому, що за останні місяці ізраїльсько-російські відносини дуже сильно погіршилися, в основному через те, що росіяни вирішили поширити закон про іноагентів, який вони ухвалили деякий час тому, на іноземні організації, зокрема, ізраїльські, які працюють на території Росії. І це зачепило інтереси, зокрема, єврейського агентства Сохнут, яке дуже багато років працює на території Росії, є дуже великим, впливовим і займається репатріацією громадян з території Росії. І зараз якраз в Росії взялися за те, щоб нібито заборонити його діяльність, якраз на базі закону про іноземних агентів, і це спричинило отаку відповідь з боку Ізраїлю. Тобто, по суті, тому Ізраїль таким чином посилає сигнал Росії, що, мовляв, якщо ви закрите, будете обмежувати нашу діяльність на території Росії, відповідно, вони теж будуть задумуватися про те, щоб якісь кроки у відповідь вчинити. Ну, зокрема, тут, наприклад, приєднатися до деяких санкцій. Я не вірю в те, що Ізраїль приєднається до всіх санкцій, бо все-таки співпраця з Росією ситуативна щодо Сирії. І це якраз одна з причин, чому Ізраїль досі тримає таку достатньо обережну позицію щодо Росії. Бо, щоб ви розуміли, всі ці ізраїльські авіаудари по Сирії, які вони здійснюють, вони можливі лише через домовленості Росії з Росією, яких вони досягли декілька років тому. Тобто, російська федерація не збиває ці ракети, не збиває там ізраїльський літак і нічого. Тобто, по суті, мова йде про те, що вони мають можливість бити по проіранських цілях за мовчазної згоди Росії. І це одна з небагатьох таких питань, яке мотивує ізраїльську владу не робити різких кроків щодо російсько-української війни. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Відео.